здравствуйте александр александр менеджер отдела предрелизмного производства работа больше связана с теми моментами решения запусков игр подготовки технических конкретно перевод на нашей стороне у нас есть с одной стороны разработчики в основном из китая и мы получаем от них соответствующие файлы на перевод соответственно эти файлы нужно перевести на соответствующие языки как правило это русский язык большая часть проект в котором получаем все же на русский язык но вот сейчас потихонечку начинаем выходить на новые рынки вот уже есть несколько проектов на немецком языке есть проект на польском на французском и в дальнейшем планируем также освоить еще несколько рынков в частности это испанский и итальянский а каким проблемой сталкиваетесь ну наверное могу отметить что может быть особенность скорее разработчиков из китая что у них как правило нету какого-то целостного блоки потому что например с разработчиками из европы с этим как-то проще они присылают как правило один большой файл его можно подготовить минут за 15 пропустить через программу и уже дать перевод с разработчиками из китая всего несколько сложнее потому что у них очень разношерстные файлы иногда локит представляет из себя 30 там или 40 excel файлов каждый который нужно открыть и подготовить иногда они могут прислать просто тебе там порядка ну как раз был такой проект недавно порядка 700 файлов текста вот то есть это обработать да конечно тяжеловато но вот мы справились поэтому наверное да вот это наверное технические сложности по процессу перевода в принципе я думаю какие сложности нет потому что ну используя раз как программ позволяет себе сложности минимизировать ну если говорить про это место работы туда вообще вот у меня до сих пор памяти стоит когда еще работал менеджером переводов бюро переводов то есть на стране тех непосредственно числе локализацию там был заказ на перевод больше трехсот тысяч слов за месяц вот с английского языка на русский соответственно обработать такой объем в то ли сжатые сроки было непросто потому что там мы задействовали порядка 20 лингвистов и переводчики и редакторы там был сложен технический процесс технологический потому что все несколько этапов сдавалось то есть первую часть мы перевели уже сдали потом начали вторую параллельно третья часть и так далее вот здесь просто ну именно сложность в том что нужно было за очень-очень короткий срок перевести очень-очень большой объем данных но в итоге вроде справились клиент и жаловаться уже хорошо окей так в принципе как выбирается там языки для локализации компании то есть если не знаю прочитывать прибыльно что-то типа того либо каким-то другим способом честно признаться это наверное не совсем входит на компетенцию вот я могу лишь только отдавать какие-то такие ну поверхностные свои осуждения оценки да то по сути компания еще развиваешься можно сказать потому что существует там всего четыре года вот поэтому сейчас мы просто как бы стоит задача выйти на новые рынки то есть потом когда ну как я понимаю процесс когда уже на рынке ты потихонечку осваиваешься ты потихонечку начинаешь переводить количество в качество проектов вот сейчас самое главное немецкий немецкий французский польский у нас уже есть но пока только один проект вот но в планах есть еще несколько проектов вот и мы планируем что чем больше будет проектов тем больше у нас но мы сможем ориентироваться на соответствующем рынке вот и уже будет какое-то понимание аналитика более такая глубокая какие предпочтения есть у игроков на этом рынке скажем так понятно а заранее как-то подумали там думали ли о культурализации каких-то особенностях нужно ли там что-нибудь в игре переделывать например какие-то законы особенные ну пока мы словим только европейские рынки вот и как вот там например в германии для ваших игр наверное не очень особенности символикой с тем что там людей нельзя убивать ну да наверное к нам это относится в меньшей степени потому что у нас все-таки больше браузерные игры по большей части фэнтезийные есть несколько военных но там без там как вы упомянули без там свастики и прочих вещей и они как бы ну бескровные потому что это ну стратегии такие военные стратегии то есть там максимум что есть это там выстрел из орудия и все там юнит получает повреждение цифрик убирается и как бы на этом вся жестокость закончена поэтому да это не очень а так да я думаю с европейским рынком у меня особо проблем быть не должно вот если в каком-то определенном будущем мы будем выходить ну вот по опыту вот на арабские рынки я знаю что выходить все тяжелее всего потому что у них ну очень есть такие особенности которые нельзя не учитывать иначе там тебя ждет просто полный крах и может вообще ну больше туда не ходить поэтому вот если будем планировать я думаю да здесь уже будут учитываться какие-то такие фундаментальные вещи а по европе особо проблем нет окей как вы понимаете ну как оттанавливается что вот наблюдаться прям хорошо это круто я оттанавливаюсь ну здесь наверное в первую очередь стоит отталкиваться от требований которые ставились перед переводчиком ну потому что если там ты просил переводчика выйти попроще вот и там максимально коротко переводить сегменты фрагменты предложения а он тебе написал войной мир да это будет выглядеть очень круто там у него может быть отличный слог например он там хорошо знает какие-то там выражения там сленги да но как бы так как это не было требованием я этот перевод оценю как плохой потому что банально не выполнил мои требования вот то есть если как бы я просил там да у нас там какой-то нужен литературный перевод и он там например там ну так красиво все расписал то да я могу такой перевод считать крутым но я всегда исхожу из требований которые ставлю я либо которые ставят мне при этом на перевод то есть каких-то универсальных я думаю требований нет то есть если кратко суммирует то если требования выполнены хорошо которые были значимизированы то это хорошие ну да да если перевод соответствует требованиям то хорошо если в какие-то моменты их превосходит то отлично ну это уже так субъективно момент окей тут как вы в принципе работаете с подрядчиками какие требования там предъявляете по работе ну я не могу сказать что есть какие-то прямо жесткие ультимативные требования которые обязательны к исполнению лично для меня очень важно чтобы все подрядчики с которыми я работаю работали в кат программах вот потому что до сих пор там периодически встречаются и напрямую лингвисты вот и какие-то там бюро переводов ну в основном не из Европы вот которые работают по старинке скажем так то есть они получили Excel файл и прямо в Excel файл начинают работать или там вот файл вот лично для меня это неприемлемо потому что ну качество выполненной работы мне кажется будет заведомо неудовлетворительно потому что очень тяжело особенно учитывая объемы да я понимаю там если например тебе пришел в Excel файл на там 10 предложений это без проблем это я могу закрыть глаза как бы и потом сам если нужно по необходимости перевод размещу в память переводов соответствующих от программе но когда речь идет о больших проектах где там могут быть десятки тысяч слов вот работа в кат-программе это обязательно то есть это вот наверное единственный такой вот железный пункт который вот я бы истребовал всех подрядчиков с которыми я работаю в остальном наверное требований жестких нет они уже как-то по процессе взаимодействия какие-то могут быть отдельные нюансы там да например с каким-то разработчиком нужно чтобы файлы обрабатывали конкретным образом да то есть это конкретное требование разработчика я их описываю и пожалуйста их соблюдайте чтобы перевод был ровно в этой колонке и нигде иначе но это уже какие-то такие мелкие детали их можно в процессе работы уже обсуждать окей так ну еще два таких общих вопроса как вы пришли в локализацию это сознательное решение или как случайное ну наверное сознательное но не в локализацию потому что начинал я Mail.ru games вот туда я пришел тестировщиком но там структура отдела была устроена так что по сути отдел локализации ну я и был как членом отдела локализации то есть у нас были менеджеры проектов были продюсеры были редакторы переводчики и тестировщики открытую локализацию вот соответственно там я поработал около года вот и в дальнейшем уже как бы меня побросало в разные компании то есть я работал в Game Insight уже непосредственно с локализацией то есть я был менеджером который отвечал за локализацию то есть мы получали переводы от отличных студий и соответственно оформляли ну переводили документы вот на необходимые языки дальше я решил попробовать свои силы что называется по другую сторону баррикад вот я поработал уже в бюро перевода несколько которые уже непосредственно можно считать исполнителем то есть я получал заказы вот клиентам которым нужен перевод обеспечил его выполнение связывался с переводчиками весь технологический процесс застрял и отдавал готовые документы обратно в принципе я считаю что это очень полезный опыт потому что одно дело когда ты там просто управляешь процессом да и как бы кто то что там делает и ты там ну примерно понимаешь что происходит но тонкости не знаешь а другое дело как там несколько лет в этом проработал знаешь ну нюансы детали и как бы можешь уже сам какие то вещи там ну и требничать свои корректировать и понимать как это происходит там может где то поблажки делать либо наоборот где то ну как бы спрашивать построже потому что ты знаешь как это должно быть вот и можно направить исполнителей в нужное русло да окей ну и последний вопрос дайте совет молодому там разработчику игры по поводу локализации ну или менеджеру по поводу локализации хм ну сайтов наверное может быть много они еще могут находить ну да ну начинающим да я так понимаю да 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 кто только-только пришел в локализацию ну я думаю первый совет это может быть применительно любой профессии то есть не обязательно к локализации это будьте максимально дотошными вот особо есть особенно если вы только-только начинаете не упускайте никаких деталей старайтесь максимально вникнуть во все подробности вот чтобы ну фундамент сразу был крепкий то есть то с чего вы начинаете а конкретно по локализации не знаю учите китайский язык вот потому что если как бы придется сталкиваться по работе с разработчиками из Китая то у них английский это как бы так большая редкость поэтому с ними сподручней общаться на их языке вот у нас как раз в отделе есть девушка вот она знает китайский язык и некоторые моменты намного проще решать вот если общаться на языке разработчиков вот но я думаю это же касается наверное какие-то разработчики на другие языки вот скажем для которых английский язык может быть неродной поэтому это точно пригодится знание какого-то еще языка окей спасибо большое приходите на лайки спасибо вам постараемся спасибо